Слава Украине! Привет всем от Полонского. Апдейт по поводу Бавовны, который был в Новоскольском районе Белгородской Народной Республики, где был пущен под откос российско-фашистский товарняк, перевозивший военные грузы. Я вчера вам по этому поводу докладывал уже и, в принципе, рассказывал, что там произошло. То есть был подрыв рельсов и, по словам местного гауляйтера, с рельсов сошло несколько вагонов пустых. Ну, конечно, мы им, конечно же, верим, что это были пустые вагоны. Ага, тот самый случай. Но мы не знали, кто отработал. То ли местное антифашистское подполье отработало, то ли раздолбайство какое-то там произошло, то ли это работали наши спецы. Как оказалось, это работали наши спецы. Поэтому переквалифицируем эту гойду в чистейшей воды Баовну. Итак, Баовна в БНР. Радостная Баовна в БНР. Наши СБУ, наш ГУР отчитались о проведенной спецоперации. Фотографии можете, кстати, посмотреть. Я тоже вывесил на телеграм-канале. Ссылка к обычному внизу в описании к данному ролику. Там все абсолютно очевидно. Это был грандиозный подрыв железнодорожных путей на пути следования путинского товарняка, который вез российско-фашистские военные грузы. Пути были взорваны на большом расстоянии. То есть, знаете, когда работают обычно подпольщики, у них нет возможности проводить масштабные акции. Ну, они подложили где-то там, я не знаю, вылетело 20 сантиметров в рейке. Все равно это, конечно, приведет к крушению и так далее. Но это не тот масштаб работы и так далее. А здесь гухнуло так, что снесло там. Там все снесло. То есть, работали профессионалы, работали очень красиво, очень здорово. Значит, товарняк, сами можете посмотреть на фотографиях. Там каша из этих товарных вагонов. Что они перевозили, остается, как говорится, пока что загадкой. Я не могу вам сказать, был ли целью именно вот этот поезд. Или, скорее всего, все-таки была целью остановка движения российско-фашистских поездов на этом участке железной дороги. Тут может быть и первый вариант, и второй вариант. Но цель была достигнута абсолютно точно. То есть, там сейчас точно ничего не ездят. Потому что пока ты это все разгребешь. А там они в три этажа, эти вагоны накиданы. Плюс железная дорога в Хламину. Ну, это все надо теперь разбирать, растаскивать, пользоваться обходными путями. Что затрудняет в результате логистику российско-фашистских войск. И именно при приближении как к зоне боевых действий в Курской Народной Республике, так и к зоне боевых действий в оккупированных регионах Украины. Ой, да! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!